Вывод один, простой, что жить так нельзя. А почему же так жили-то? Так случилось. Помазали кровью и... А почему, я это никогда не понимал, почему вот группа, допустим, бригада вот этих же спортсменов... Ну, моя молодость протекала так, как у обычных людей. Я занялся спортом, это был у нас год 84-й, начал борьбой заниматься. Занимался борьбой, получил свои звания, ушел в армию служить. После армии опять пришел, начал продолжать заниматься спортом, только уже каратэ, ну, кикбоксингу, грубо говоря. Такого человека известного, это Юра Ступеньков такой был у нас, хороший человек. Вот. И со мной тоже люди, которые занимались каратэ, они уже общались с этой группой людей. Меня всегда вербовали туда. Я говорю, я спортом занимаюсь, мне это неинтересно. И вот когда Юра Ступенькова не стало, у меня как-то с ребятами там мы собрались с Леонозова, там, начали разговаривать, там, посели в машине, там. Они говорят, ну, приходи на Тушинский рынок охранником, потому что работать, ничего делать не надо. Я говорю, ну, хорошо. Меня свели с людьми, оказался Юра Бачурина, ну, я его уже знал, Юра Бачурина, и Женю Любимову я знал уже на то время, потому что они с Леонозовым все были. Вот. И меня уже начали действительно просто подтягивать туда. За меня, вот за единственного, за меня единственного, да, ребята ездили с Измалойскими, разговаривали. Что есть за человек? Я ему прямо сразу сказали, это хороший человек, проверенный. Если он за спиной стоит, все будет нормально.